И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я Гост, и добро пожаловать на новую часть спуска без тормозов! Сегодня мы проверим наши любимые машины в обновленном испытании, во время которого им предстоит спускаться вниз по огромным ступеням. И на пути к заветному финишу им будут мешать различные препятствия, например, ветряки. И знаете, это еще не самое страшное, ведь эти ступени никак не соединены вместе с собой. Поэтому, ребята, есть шанс того, что тачки будут просто переворачиваться и кубарем лететь вниз. Ну, это даже и хорошо, ведь мы сможем с вами проверить, какие тачки сегодня окажутся самыми крепкими и смогут добраться до финиша. Ну что ж, ребята, в самом начале этого ролика не забудьте обязательно поставить лайкосик, если вы вдруг этого еще не сделали. Я для вас стараюсь каждый день снимаю новые видосы, поэтому надеюсь, вы меня поддерживаете своими лайкосиками. Также подписывайтесь на канал, чтобы вступить в семью призраков и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале, которые выходят тут каждый-каждый день. Ну что ж, ребята, давайте же посмотрим, какие сегодня у нас здесь тачки собрались. Конечно же, мой любимый марсоход. Я хочу его проверить на этом испытании, он очень крепкий, но интересно, сможет ли он добраться до конца. Потом BMW M5 в стареньком кузове. Дальше Гелендваген, конечно же, мой любимый. Приора, электро-роллс-ройс-кар. Lamborghini Urus, конечно же, Bugatti Shiron Gold Competition и вот такой Monster Track Classic. Ну что ж, ребята, давайте уже будем с вами приступать. Вы пока что в комментариях напишите, как у вас дела. Как дела на учебе, кстати, ребят. Вот я вас спрашиваю постоянно, рассказывайте, какие у вас отметки. Вот какие вы оценки получили на этой неделе или на прошлой, например. Были ли пятерки, там, может, у кого-то двоечки даже. Обязательно, ребята, пишите об этом. Будет интересно почитать. А также рассказывай, какой у тебя любимый предмет в школе, потому что тоже интересненько. Вот у меня, например, это была физкультура. Я думаю, что у тебя тоже. Если так, то ставь лайкос просто. Ладно, давайте, ребята, начинать. Ну что ж, для начала попробуем испытать. Я предлагаю Приору, что ли. Она, наверное, такая самая слабенькая здесь тачка. Хотя, знаете, быть может из-за того, что Приора не такая быстрая, у неё получится пройти это испытание лучше всех. Капец, я сразу же просто, ребята, падаю вниз. Так, ладно, хорошо, перелетаем в свою половину карты. Вот она здорово сидит, медитирует там. Надеюсь, я ему не помешаю. Так, всё, ребята, кажется, мы полетели. Ох, капец, как сильно уже Приору разломало. Кстати, призрак, рассказывай, там, какая у тебя вообще любимая машина. Марка и модель авто. Вот что тебе нравится больше всего. Вот если ты смотришь мои ролики очень часто, каждый ролик с экспериментами... Блин, что меня-то камеру дёргает? Офигеть. Ты знаешь наверняка, что моя любимая тачка нет. Я падаю вниз. Так вот, моя любимая тачка это Ламборгини Урус. Да, я её просто обожаю. Так, ну что ж, ребята, давайте Приору поставим вот сюда в конец. Типа она у нас всё равно не долетела до финиша. Посмотрим потом вообще, какая тачка сможет попасть прямо на эту платформу. Ну вот Приора как выглядит после первого испытания. Капец, её поломало. Теперь я хочу посмотреть, конечно же, на БМВ М5. Это тоже старенькая тачка, ребята. Не такая быстрая, как мне кажется, но всё равно она покруче. Да, я уже чувствую, разгоняется получше. Интересно, какая у неё прочность всё-таки. Так, встаём поровнее. И давайте, ребята, на счёт три. Один, два. Салончик забыл заценить. Вот такой, ребята. Всё, три, поехали быстрее. Так, разгоняемся. Чё там, 100 км в час, 120. Ну капец. Опять я перелетаю очень далеко. Жесть. Если я ударюсь прямо, мне кажется, там просто сразу же взрыв будет. Так, аккуратненько, ребята, летим. Почти на ветряк залетел. Оу. Сейчас будет очень больный удар. Уху-ху. Офигеть. Я просто улетаю вниз. Ребята, вы посмотрите на это. Как странно, с этим испытанием справилась у нас БМВ М5. Был очень один хороший удар, как я вижу, по левой части. Офигеть. Колесо просто загнуло вовнутрь. Ну и жесть. Кажется, у этой тачки очень хорошие повреждения. Жалко, что мы так мало наврезались. И давайте переходить к чему-то более интересному. Испытаем, например, Монстр Трек Классик. А почему бы нет? Мне кажется, ребята, эта тачка должна хорошо справиться с этим испытанием. Потому что у нее большие все-таки колеса. Ох, разгон хороший. Ну, задом только 41 км в час. Ну, ладно, неплохо так-то. Ох, капец, нифига я еду. А давайте-ка попробуем мы с вами не сразу же лететь вниз. А вот так вот как-нибудь аккуратненько, да? Ух, жесть. Так, ударяемся, ребята. Прям на ветряк. Ох, нет. Это просто комбо было сейчас. У меня даже тачка там залагала, по-моему. Или нет? Или у нее просто ничего нету внутри. У движка. Ребята, тачка выбывает из эксперимента, как вы видите. Мы просто падаем вниз. Ну, я, по-моему, ребят, даже не жалею. Потому что она уже начинает гореть. До финиша бы мы все равно не дошли. Да, вон, ребята, просто горит машина. Блин, мы прям весь двигатель ей размолотили. Я, ребята, кажется, погорячился с тем, что подумал, что эта тачка будет, ну, такой, более интересной, чем предыдущие. Да, что у нее получится пройти. Как мы видим, из-за того, что она очень длинная, ее задело ветряком. То есть это минус для данного испытания. Вот, ребята, будем знать. Кстати, пишите вообще в комментариях, как вы, ребята, считаете, какие тачки смогут добраться до конца. Вот мы с вами видим, что упасть именно на эту платформу безумно сложно. Так давайте же мы с вами подумаем вместе. Какие из оставшихся машин смогут это сделать? Моя ставка, что это будет марсоход. Просто я знаю, насколько им легко управлять даже в подобных условиях. Он реально держится постоянно на колесах. Ну и еще, наверное, гелик все-таки, ребята. Не знаю, гелик тоже очень хорошо летает и проходит такие испытания на ура. А, кстати, почему бы там с вами его и не испытать сейчас? Че я так бегаю и думаю? Интересно, кстати, насколько гелик вообще быстрый. Ой, ой-ой-ой. Капец, нифига его заносит. Так, ребята, гелик безумно быстрый. Не знаю, хорошо ли это для подобного эксперимента. Так, ну что ж, салон, как всегда, ребята. Вот кому интересно, там звездное небо у нас, как в Роллс-Ройсе. Все, поехали быстрее. Так, я не буду разгоняться, ребята, на максимум, потому что иначе я рискую очень сильно удариться. Ох, капец, вот это полет. Вот это полет, сейчас будет удар. Все, хорошо, падаем. Ветриком не задело, отлично. Так, дальше. У нас там Соник вот стоит на шаре танцует. Отлично. Соник, пожелай мне, пожалуйста, удачи. Кто еще тут у супергероев в стельсе? Чего-то я даже не обращаю внимания. Кто там? Ох, пеннивайз, нифига себе. Я прям не очень ударился, ребята. И да, мы с вами падаем прямо на эту платформу. Блин, да я ванга. Вы посмотрите, я даже тачкой не управлял, чтобы вы понимали. Вы видели, что это было свободное падение. И гелик справляется с этим испытанием. Не знаю, у меня прям чуйка на него была, серьезно. Только вы посмотрите, что у нас с крышей. Мы ее безумно, безумно как-то помяли. Давайте оставим наш гелик вот где-нибудь здесь. Типа, что он справился. Ну что ж, ребята, я там говорил, что справятся марсоход и гелик. Так, первое пророчество сбылось. Но еще ни разу за весь этот эксперимент мы не прокатились на электромобиле. Крышу верните, пожалуйста. Я еще даже не поехал, а у меня уже поломка случилась. Вот, качество Rolls-Royce, ребята, покупайте. Кстати, вы знаете, какой там странный салон? Вот как он выглядит. Мне бы было скучно в такой машине ездить, если честно. Ну хотя там можно ютубчик подрубить. Видосики какие-нибудь, да, интересные. Кстати, дружище, не забудь поставить лайкосик. Вот, еще раз тебя попрошу. Если смотрят видосик, вот, лайкос обязательно прожимай. Ух, капец. Ладно. Я как-то стал странно падать, ребята, не заметили? Ух, жесть. Rolls-Royce будет очень больно. Еще и ветряк. Нет. Что я натворил? Ух, так даже лучше. Ладно, ребята, ладно, ладно, ладно. Мы сейчас с вами его испытаем вообще на полную. Вы посмотрите, он даже не горит. А чему-то, по сути, гореть. Это же просто электрокар. Да, то есть там ни бензина у нас, ни двигателя, ничего. И вот, ну, электродвигатель только. Блин, мы продолжаем ехать от первого лица. Ой, капец. Это просто какие-то американские горки. Что у нас происходит с тачкой? Я уже, по-моему, из нее высунулся, да? И что-то она постоянно бьется как-то странно, какие-то звуки издает. Тачка поломалась очень сильно. Так, давай сюда. Я не ожидал, что такое будет вообще. Что такая поломка, возможно, в игре. Ну вот, ребята, мы с вами видим, насколько сильно могут тачки ломаться. И ты посмотри, неужели еще одна машина проходит до финала? Ребят, кто голосовал за Rolls-Royce? Почему он крутится? Что происходит? Он сам едет. Ну-ка, стой на месте. Я торможу, ребят. Я вам, ребят, клянусь. Я нажимал на тормоз. Она едет сама. Вы слышите этот звук? В ней что-то сломалось. Она просто едет сама. Непонятно зачем. Так, давайте-ка мы ее обратно засунем. Потому что это какая-то дичь. Только обрадовались те, кто за Rolls-Royce проголосовал там. Да вот, видите, что происходит? Я никак не могу нажимать на кнопки. Так, ребята, все. У нас тут какая-то паранормальщина уже происходит. Оставляем Rolls-Royce здесь. Что там, как? С комфортом, да, вообще? Пока на расслабоне, на чиле. Вообще на кайфе. Зато, ребята, под солнышком. Я думаю, в этом плюс есть хоть какой-то, да? Короче, вот во что превратился Rolls-Royce. Но он дошел до финала. Так уж и быть. Не будем считать этот нюансик в конце. Машин остается все меньше и меньше. Три штуки всего лишь. Блин, ребята, если хотите, в следующей части этого эксперимента, если он вам понравится, и мы соберем под этим роликом 5000 лайков. И, кстати, если они еще не собраны, самое время их собрать, вот. Так вот, ребята, если мы с вами наберем нужные лайки, я накачаю в следующий раз на этот эксперимент тачек побольше, если вы хотите. Вот, пишите в комментариях, нужно ли больше тачек. Я решу, ребята, просто проверить, что будет, если мы на всей скорости вылетим. Ой-ой. Ой, ой-ой-ой. Я прям в тачки прилечу? Чего? Нет, я просто все пролетел. Нет-нет-нет, Ламба, так просто не отделаешься. Я хочу посмотреть на твои разрушения. О, Супермен летает! Ну, ему повезло, что я мяч под него выбил, да? И он летать умеет. Если бы не умел, как какой-нибудь Халк тот же самый. О, Хаги-Хаги! То просто бы полетел вниз. Здорово, Хаги. А я тут тачки ломаю. Блин, мне кажется, ребята, что... Ламба не дойдет, только хотел сказать. И мы сразу же падаем вниз. Вот как-то так у нас разломала Ламборгини. Мне кажется, что даже она больше может ломаться. Короче, ребята, запомнили, что она до конца не дошла. Просто интересно увидеть вообще повреждения Ламбы. От первого лица вот так. Хорошо. Там что-то больновато, по-моему, ударились. Ну, шанс был, ребята, упасть на эту платформу. Но, к сожалению, к сожалению, да. Она отправляется вот сюда, в эту часть платформы. Поскольку не доехала. Так, ну что ж. Повреждения неплохие, да? По-моему, сейчас самый живой это... Монстр Трек. Ну и Бэха, мне кажется. А самый повреждённый, ну, само собой, Роллс Ройс. И, наконец-то, пришло время испытать наш марсоход. Ребята, наконец-таки. Я уже прям хочу на нём прокатиться. Так, поехали. Ой, разгон отлично, ребята. Но я не буду разгоняться. Опять же так. Закручиваемся вот так вот. Просто я, ребята, думаю, что он проедет. Да, он просто проедет. Ну, вот сейчас ударится, конечно. Ух! Как больно-то было! У меня аж камера, ребята, в шоке от таких ударов. Сейчас ещё на ветряк, да? Как специально. Ну, испытывать по полному так по полному. Нет, пролетели. Ладно, повезло. У нас там уже двери отлетают. Кстати, нифига себе. Кажется, всё равно даже марсоход у нас поломается, да? В финалу. Оп! Давай! Падай! На платформу! Нет! Просто в конце мы с вами слетаем куда-то вниз. А, вот так, ребята. Значит, моё пророчество не сбылось. Печально. Один из двух, как говорится. Ну что ж, марсоход вообще, по-моему, не пострадал, кроме дверей. Ну, их что, поменять тут пару секунд? А, ещё у нас выбилось стекло, да, спереди. Ну, ладно, неплохо. И последняя на сегодня машина, конечно же, Бугатти. Спорт Голд. Все дела. Короче, ребята, полностью напичканная Бугатти Ширен. Всем, чем только можно. Так, ну что ж, что-то там по скорости. Ух, капец. Так, ладно, аккуратнее, ребята. Разгоняется. Очень хорошо, да, как вы заметили. Так, ладно, давайте лететь вниз уже. Я думаю, ребята, что Бугатти не дойдёт до последней платформы. Не знаю, почему-то мне так кажется. О, там Фредди был. Реально. Из-под Фредди тоже, кстати, мяч вылетел. О, как я и думал, ребят. Бугатти у нас пролетает. Значит, она тоже убивается из этого испытания. Но интересно посмотреть, как она у нас поломается. Просто я, ребята, ещё ни разу именно на этой модели не падал в подобных экспериментах. Не проверял её на прочность. Сейчас есть такой шанс, поэтому давайте воспользуемся им. Вам же тоже интересно, да, узнать, как хорошо она сломается. Блин, там у нас уже спереди всё погнуло, всё, что только можно. Конечно, камеру дёргает вообще безумно. Из-за того, что здесь постоянно эти удары. Так, окей. Смотри! Мы приземлились, но, к сожалению, мы там вылетели. Да, наша первая попытка была неудачная. Так что эта тачка тоже не проходит, к сожалению. Ну, ладно, чего уж поделать. Кстати, она очень хорошо едет даже до сих пор, когда так сильно поломалась. Ну что ж, ребята, в итоге, до конца этого эксперимента у нас добрались только Гелендваген и Роллс-Ройс Электрокар. Только вот в каком состоянии, ну, точно уже не живые. На них кататься невозможно. На Гелике, может, чуть-чуть там поесть, ещё как-то возможно. Но вот на Роллс-Ройсе нет, вы видели, что с ним происходит. Затем по повреждениям, кто у нас тут самый прочный оказался. Ну, да, само собой, это Марсаход. Потом, я думаю, что Монстр Трек выбывает также, потому что он там загорелся. Он потух просто потому, что я был далеко от него, и он не сдетонировал. Тогда это BMW M5, ничего себе! Но она пролетела без ударов практически, ей в этом плане повезло. Ну и самые сильные повреждения, опять же, достаются у Роллс-Ройс. То есть у нас победитель аж в двух номинациях. Неплохо, ребята, неплохо. Ну что ж, пишите в комментариях, как вам этот эксперимент. Хотите ли вы видеть больше подобных серий? И предлагайте новые тачки, которые мне испытать в следующей части эксперимента спуск без тормозов по лизинкам. Ну что, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. С вами, как всегда, был я, Жека Гост. Всем удачи и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока. Пока.